Желание сделать мир лучше, объединяет людей со всей страны, волонтерское движение. Но, как правило, говорят добровольцы, возникает проблема, найти площадку для собраний. Десятая в регионе площадка волонтерства и добровольчества открыта на базе Кузбасского центра дополнительного образования. Программа реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Что касается нашего доброцентра, то, конечно, он задумывается для работы со школьными волонтерскими отрядами. Мы знаем, что у нас в области их достаточно много. Это очень важное направление, и ребятам важно объединяться совместно и делать добрые дела. Важно, что они своими добрыми делами и практиками могут обменяться, могут продемонстрировать все, что они наработали, и, конечно же, создать новые практики, проекты для реализации в нашем области, в наших городах, в наших различных поселках, микрорайонах и так далее. Участниками торжественного открытия стали школьники, члены детских волонтерских объединений и организации в возрасте от 12 до 18 лет. Доброцентр – место, где волонтеры и другие активисты готовы помогать людям, смогут работать над новыми инициативами и благотворительными проектами. Для меня это очень значимо в том плане, что добровольчество – это часть меня, потому что я постоянно хожу на какие-то мероприятия, волонтерить, потому что те же пожилые люди, им нужно внимание, им нужна помощь. Допустим, дети-инвалиды вчера к нам приезжали, также оказывали помощь, также помогали. И это очень прекрасно, что есть такой доброцентр, где много добровольцев. До конца 2025 года доброцентры откроются во всех муниципалитетах Кузбасса – в вузах, библиотеках, домах культуры и творчества, волонтерских объединениях, патриотических и других организациях. Они также становятся местом дислокации волонтерских отрядов, которые в рамках проекта «Мы вместе» помогают участникам СФО и их семьям. Программа объединила кузбассовцев разного возраста и профессий, которые хотят помогать другим вести активную общественную деятельность. Организации действуют в шести городах региона – Беловик, Алтани, Кемерово, Мариинске, Новокузнецк и Юрге. В ближайшее время откроются такие центры в Кемерово и Юрге, а также в Ленинске и Кузнецком, подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.